Привет всем! Еще один день на острове. Когда-то я здесь жила на острове, это было где-то лет 6 назад. И все, конечно, не то, что пришло в упадок, но изменилось. С тех пор, как я здесь жила, и мама приезжала, и мы здесь сажали много цветов. В общем, здесь было очень красиво. Но осталось еще кое-конечно такие основные большие кустарники. Цветы какие-то остались, но уже не так, как было при мне. Немножко пройдемся, я расскажу, покажу, кому интересно. Пойдемте на небольшую прогулочку вокруг дома. Это вот подъезд к дому. Это вот котейка. Черная котейка. Это вот так вот отъезжаешь к дому. Вот это сам дом. А это офис, прямо рядом. Ну что ж, здесь я жила почти 10 лет. А потом так получилось, что мы с ним разбежались. Но мы с ним в хороших отношениях, ради дочки. Вот сейчас я обойду. Вот когда приезжала моя мама, мы здесь сажали везде цветы. Здесь столько было цветов. Но вот остались вот эти вот деревца. Это дерево посадили, по-моему, в честь Ани. Это магнолия, и она очень красива весной. А сейчас уже цветы опали, конечно же. Вот так вот дом. Впереди он выглядит. Ну да, большой, хороший, красивый дом. Значит, сейчас по кругу обойдем. Я вам покажу этот дом. Ну, Рик всегда, ну, конечно, хороший очень человек. У него всегда были деньги. Он всегда был такой уверенный в себе. И, в общем-то, жили мы нормально. Ни в чем не нуждались. И так было почти 10 лет, пока я не встретила Джеймса. Ну, и вот, когда я его встретила, everything went to hell, как говорится. Кто знает по-английски, понял, что я сказала. Ну, посмотрите, гамачок. В общем, все здесь было, бушевало в красивых цветах. Все было роскошно. Когда приезжала сюда моя мама, мы сажали здесь цветы. А сейчас вот цветы в перемешку с сорняком. Но поскольку я сейчас стала сюда приезжать, может быть, я здесь ему помогу. И поучаствую, посажаю опять. Потому что вот он этот дом, значит, их дом. Отсюда. Это сейчас утречко. Я вышла показать вам трамплин по-английски, русский батут. Продолжаем гулять. Вот я помню, он мне когда-то купил вот этот теннисный столик. Пинг-понг. Я заказала себе на день рождения один из подарков. Вот он мне его купил. Я помню, он стоил где-то долларов 700-800. А эта магнолия, она цветет в августе. Потому что те магнолии, которые у меня на канале, та майская магнолия белая, а это вот такая вот августовская. Гляньте, какая красавица. Это у нас утро. Но все в России. Гляньте, какая. Просто красота. Она здесь всегда цветла. Вот я сейчас покажу дома отсюда. Вот здесь у меня всегда были цветники. Я ставлю фотографию, как выглядели мои дочки, как вот там вот была масса цветов. Здесь у нас была коробка. Мы здесь сажали помидоры, обидцы. Здесь было всегда все бушевало. Я уехала, жены нет у него. Так сложилась жизнь. Но, во всяком случае, я очень рада, что мы с ним остаемся друзьями. И я сюда могу приезжать. Смотрите, это мы сажали много лет назад. Вот как оно все обволокло. Это домик для инструментов. Называется shed по-английски. S-H-E-D. Вот здесь вот были всякие цветы. Вот это пион. Ну, в общем, тут осталось, конечно. Сажали деревья. Помню, с мамой моей фруктовые. Несколько деревьев погибло. Здесь были розы. Вот соседский дом вот там вот. Ну, в общем, осталось такое. Все, что выжило, оно осталось. Но какие-то такие дорогие красивые цветы, которые мы сажали, они, наверное, не выжили. А сейчас я покажу вам. Здесь сосед живет. Полицейский. И вот почему-то, видите, он построил такую стену. Почему-то они были против, чтобы наши дети дружили. Я не знаю, почему. Моя дочка, его дочка. Дружили. Она старше на год. Но я не знаю, что такое произошло. Смотрите, я сейчас загляну. Упс, я зацепилась. Вот это их двор, видите. Возвращаюсь к себе. У него жена слегка похожа на Денис Ричардс. Ну, такой вот тип, актриса американская. Но она не такая, наверное, красавица, как Денис Ричардс. Но вот типаж. Такой типаж. Возвращаюсь назад. Показываю дом Рика, где моя дочка сейчас с подружкой. Они сейчас спят. А я вот это гуляю. Утро. Я встала, смотрю на наши бывшие, мои бывшие владения. Вот. Вот это я любила, эту комнату. Она внутри такая красивая. Там мебель красного дерева бесподобная. И такая. Ну, в общем, он сейчас на лето он ее сдает. Где-то такая она была пристройка. Он ее сдает. Ему там неплохо платят. Конечно, себе я тут жила. Ничего бы он не сдавал. Ну, наверное, эти деньги ему помогают слегка путешествовать. Я думаю, бизнесмен. Короче, бабки. Бабки важны. Смотался вот это в Испанию. Как моя подружка одна сказала. Ну да, он сдал комнату, получил там 1200. Вот и мои билеты на Испанию туда и назад. Кстати, вернулся из Испании. Встречался там с дамой из Праги. Короче, ничего у них не получилось. Ну, конечно, он выбирает даму на 20 лет моложе, поэтому какие могут быть вообще какие могут быть надежды. Не знаю. Не понравилось. Короче, не захотела она. это на гамаке. Слушайте, такая красота. На острове просто сказка. Вот она. Все спят. Это я встала. Поделаю немножко. Думаю, пройдусь утром, поделаю немножко видео, покажу вам. покажу вам всю эту красоту, это спокойствие. Вот. Даже гамак этот купили уже много лет назад, когда я здесь была. Гляньте, во что он превратился. Он весь хом порос. Ну ладно, зато все живы. Живы, здоровы, это самое главное. Что там остальное, это уже мелочи. Сейчас я вам покажу. Это вчера ночью мы смотрели фильм «Челюсти». Вот там врача играет. Он был настоящий врач здесь на острове. Раб Невин. Раб Невин вот живет. Это его сын живет вот тут через дорогу от нас. Там, который в фильме, он... Короче говоря, там столько много людей играли, которые настоящие жили на острове. и... он был, значит, врачом, настоящим врачом здесь на острове. А в фильме он был типа как он там скрытие делал, по-моему, да? И доктор Невин он здесь был, жил на острове и практик, практик у него была. Ну, сейчас он же, конечно, уже умер много лет назад. Но вот его сын живет прямо через дорогу вот. Вот где мой бывший живет Рик и моя дочка здесь сейчас гостить все лето. Так что я вместо того, чтобы мне ее к себе таскать туда на большую землю, я сама сюда приезжаю и вижусь с ней. Ну, уже, конечно, к концу, уже в конце лета я уже ее заберу назад. Вот интересно, что в фильме играют, сыграли настоящие люди, живущие, которые жили на острове, которые не актеры. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот.